Как известно, этот год признан годом экологии в России, а эта проблема стоит ребром практически во всём мире. И чтобы её решить, нужно начать с самих загрязняющих факторов. Героиня нашей программы Галина Кузьмина занимается экологической экспертизой промышленных объектов. Заводы, автомобили, промышленные свалки – всё это и порождает проблемы с экологической точки зрения. Стабилизировать ситуацию можно, считает Галина Кузьмина, если предприятия организованно начнут работу над выбросами вредных веществ. А также начнётся обширное озеленение городов. Например, как во времена руководства Надежды Чумаковой. Она была мэром Рязани и трудилась во благо граждан до 1986 года. С Чумаковой нам пришлось работать, и тут как раз начинались первые-первыхые шаги по нормированию выбросов атмосферы на предприятиях. Знаете, она очень серьёзно относилась к этим вопросам. И она понимала, что развитие промышленности без развития и увеличения зелёных зон невозможно в городе. И поэтому уделяла огромное внимание этому. Затем эта тенденция постепенно сошла на нет. От тех деревьев, которые годами росли на театральной площади или на площади Победы, не осталось и следа. Процесс и тенденция была на уничтожение зелёных зон и вырубку, и очень много скверов было, ну как сказать, отдано под строительство. То, конечно, у нас сейчас на человека приходится, наверное, в шесть раз меньше зелёных зон, чем по норме положено. Галина Олеговна всю жизнь посвятила экологии. С детства ей нравились животные, а из школьных предметов она выделяла биологию. Оказалось, что география в юношестве не пришлась ей по вкусу. Однако теперь она очень увлечена этой наукой. К сожалению, не нравилась география, но сейчас я поняла, что это настолько интересный предмет, и сейчас вот очень увлекаюсь, читаю много и жалею, что я упустила те моменты в школе, которые вот невосполнимы. То, что мы в школе не обращали на что внимания, да, и как-то некоторые предметы отвергали, они нам не нравились, то это невосполнимые потери. Времени потом уже на то, чтобы вот это восполнить и получить, уже ему не остаётся. Свой путь Галина Кузьмина начала в качестве педагога. В Рязанской школе номер 14 она преподавала биологию и химию. Образование получила в Рязанском государственном университете имени Есенина. Потом как-то со связками у меня стало не очень хорошо, и врач мне посоветовал как-то сменить профессию, иначе я не смогу до конца, до пенсии, доработать вот по этой специальности. И тогда можно было в любом месте как-то легко устроиться. Мы стали искать с подружкой, и вот пришли в Рязанский проектно-технологический институт, и там я поработала три года. В Гальваньке. То есть работа была интересная, потому что мы разрабатывали, ну как бы опробовали разработанные и предложенные наукой технологические процессы Гальван-покрытий, и потом их внедряли на производстве. Работа на производстве дала Галине уверенность в себе. Она чувствовала ответственность за внедрение технологий и мониторинг технического процесса. Потом в конце 70-х годов вышло постановление партии правительства, тогда мы все так говорили, по улучшению состояния окружающей среды, особенно атмосферного воздуха. И были созданы в городах, где имеется крупная промышленность, такие как Рязань, была создана группа нормирования выбросов и согласования проекта. Вместе со своей коллегой по работе тогда Галина Олеговна решила присоединиться к новому подразделению. С 81-го года началась основная ее деятельность, касающаяся экологии. Группа эта была создана в лаборатории контроля загрязнения природной среды, которая относилась к гидрометеобюро. Тогда у нас было гидрометеобюро. И возглавлял его Татьяна Николаевна Балюк. Ну а потом лаборатория отделилась и стала самостоятельным структурным подразделением. А подчинялись мы все Верхневолковскому территориальному управлению. Оно и сейчас существует. Также и сейчас гидрометцентр ведет активную работу по мониторингу воздуха, воды в реках и озерах. Исследуются пробы в лаборатории в центре Рязани. А забираются пробы воздуха, например, 4 раза в сутки на стационарных постах, которые есть в Советском районе, в поселке Сысоево, в Приокском и в Строителям. Всего их 4. Есть стационарные посты, они принадлежали Министерству экологии и предпользования, то есть относились к субъекту Федерации. Мы считаем, что все посты, которые у нас имеются, фонового мониторинга, надо отдать вместе с финансированием гидрометеослужбе. Потому что они эту работу проводят качественно, они подчиняются Москве, они независимые и достоверность этих данных, я думаю, будет выше. Так вот, например, в районе Дашковой песочни и на Московском нет постов забора воздуха. И Галина Кузьмина надеется, что в год экологии эта проблема может быть решена. По нормативам 4 постов достаточно, однако желательно, чтобы их стало 6 или 7. Значит, сероуглерод – вещество токсичное, второго класса опасности. У нас превышение постоянно в городе Рязани по сероуглероду достигает до 3 предельно допустимых концентраций. Ситуация не очень хорошая и с формальдегидом, но в этом случае Министерство здравоохранения России решило своеобразным образом решить проблему. За последние годы участились случаи повышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Таким образом, показатели, которые ранее считались запредельными, теперь позиционируются как норма. Формальдегид, вот если бы у нас остались старые ПДК, то у нас бы уровень по формальдегиду был бы высокий. Потому что у нас средняя суточная концентрация за 2016 год составляет 4 ПДК. А с новым ПДК 1,2 ПДК. Сами видите, какая разница. И по формальдегиду у нас самый грязный район, получается, центр города. Все эти вредные вещества сильно влияют на здоровье людей. Их не видно, порой они даже не чувствуются. Но есть такие районы, где граждане негодуют от того, что им нечем дышать. Все вещества загрязняющие, они влияют на органов отделения. То есть это и почки, это легкие, это печень. То есть то, что очищает наш организм от тех токсических веществ, которые попадают и с продуктами питания, и с водой, и с воздухом. Сейчас работа Галины Кузьминой заключается в создании проектов для предприятий, для того, чтобы атмосферный воздух стал чище. Организационных мероприятий и внедрение инноваций в процесс очистки выбросов на заводах. Не всегда процесс идет как по маслу. Иногда они дают данные. Вот мы, например, запросили, какие предприятия находятся на территории завода ЗИЛ, и какие выбросы в качественном и количественном отношении там присутствуют. Они нам ответили секрет. Хотя по конституции у нас четко записано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и информацию о нем. То есть эта информация не может быть закрытой. Поэтому до сих пор остается непонятно, что же происходит в районе Дашково-Песочня. А именно, откуда появляется неприятный запах, на который жалуются горожане. И почему там периодически трудно дышать. Ну, думаю, что в год экологии нам это удастся. Тем более президент сказал, не надо закрываться в кабинетах от экологов, которые к вам приходят. Нужно работать с ними, нужно давать информацию. Я уже интерпретирую, как я это поняла. Поэтому я думаю, что это наш самый большой союзник. Президент. На этот год в Рязанской области запланировано в районе 500 мероприятий, направленных на улучшение экологии. Почему в этот раз мы так много говорили о воздухе? Оказывается, в приоритете начинать исправлять экологическую обстановку, нужную именно с него. Помимо этого, есть не менее глобальные вопросы, которыми занимается Центр общественной экологической экспертизы, которым руководит Галина Кузьмина на протяжении 17 лет. К слову, в работе ей помогает и ее сын. Однако о тех планах и проектах, которые будут реализованы в ближайшее время, мы расскажем вам в следующем выпуске программы. В следующей программе «Человек в городе» Галина Кузьмина расскажет о том, как она стала руководителем Центра общественной экологической экспертизы, по каким причинам ее родственники общались со Сталиным, где в Рязани есть чистый воздух, как ее команда взаимодействует с МЧС, и где в будущем смогут жить переселенные бобры, наблюдением за которыми займутся представители общественной организации Галина Олеговна. Субтитры подогнал «Симон»